Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что если речь идет о профессиональном толковании сновидений, то оно начинается со сбора сведений. И сбор сведений осуществляется непосредственно за две недели до появления этого сновидения. То есть анализируются все события, которые с вами происходили примерно за две недели до этого сновидения. Все эти события, значимые или не значимые, вы тщательно конспектируете и отправляете, значит, ну, толкователю сновидения в данном случае на анализ вместе со сном. Да-да, сам сон также анализируется. Анализируется абсолютно все в сновидении. Абсолютно все, что касается сновидения, подлежит анализу. Это, значит, любые элементы сновидения. Абсолютно любые. То есть, что бы то ни было. Как вы, значит, видели эту лестницу? Значит, какой была эта лестница? Что она из себя представляла? Какого она была цвета, да? Вот. И так далее. Все это анализируется. Анализируется все это на предмет, значит, ассоциативного ряда вашего. То есть, ваш ассоциативный ряд анализируется с тем смыслом, с той идеей, чтобы увидеть, что именно для вас значит тот или иной элемент сна, элемент сновидения. И только на основе всего этого можно уже делать заключение относительно того, что сон значит. При том, что вы, именно вы, увидите свое собственное значение сновидения, а не его интерпретацию психологом или психоаналитиком. Что очень важно, конечно, при работе с сновидениями. Исходя из того, что вы написали, я склонен предполагать, что речь идет о вашем желании убежать, спрятаться, может быть, защититься, может быть. И, значит, речь идет о том, чтобы вы чувствовали себя, ну, как-то более лучшее, может быть, значит, комфортнее, спокойнее, может быть, и так далее. То есть, вы хотите убежать, вот, в своем сновидении, да, вы хотите убежать, вы хотите спрятаться, вы хотите скрыться. Вопрос только в том, от кого, ну, или от чего. На мой взгляд, это очень важный вопрос. То есть, скрыться-то вы хотите, вот, но у вас не получается это сделать, вы не можете, у вас нет возможности, постоянно идет какой-то блок. И надо сказать, что это люди, которые действительно, ну, в той или иной степени они мешают вам чувствовать себя комфортно по вашему мнению. То есть, вы считаете, что люди, которые вас окружают, они мешают вам чувствовать себя хорошо. Ну, или, по крайней мере, вы так думаете. Еще раз повторю, повторю. И здесь, на мой взгляд, есть элемент переноса ответственности. То есть, вы склонны обвинять или просто думать, что за ваши какие-то неудачи и несчастья несут ответственность другие люди, а не вы сами. Вот. Я думаю, что так. Конечно, ответ коллеги о том, что вы пытаетесь спуститься к своему бессознательному и к своим желаниям, тоже хороший. Я думаю, что он имеет под собой основания. Но я почему-то все же думаю, что дело здесь не в этом, а именно в том, что вы пытаетесь защититься. Защититься. Потому что наверху человек чувствует себя менее уверенно, наверху человек чувствует себя, как правило, больше под давлением. А вот внизу, где-нибудь в глубине, он чувствует себя защищенным, чувствует себя, да, в не свободе, но зато определенно, что есть какая-то определенность, есть какая-то граница. И, исходя из этого, можно предположить, опять же, предположить только, что вы свои границы, которые у вас есть, если они у вас действительно есть, вы их, ну, скорее всего, сами не расстраивайте. То есть вам нужны какие-то внешние границы, для того, чтобы ими заместить границы внутренние. Вот. Что тоже создает мотив для того, чтобы стремиться прятаться. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.